Всем привет, с вами Барин и сегодня мы с вами будем обозревать такой сборник-компиляцию, если бы даже точным сплит-альбом под названием Samantha's Dreams Volume 1, в котором не только я принял непосредственное участие как исполнителя и его составителя этого сборника, подсигдонимом Арчи Бальшприцин Дроссель, но и другие исполнители, ну, чуть ли не со всей России. То есть, там еще присутствует у нас Систем Эта, Елена Старскрим, Илья Демин, Прибит и 6969. То есть, сейчас, наверное, прежде чем мы начнем его прослушивать и обсуждать конкретно сами треки, хотелось бы, наверное, сказать про историю возникновения этого сборника, но и немножечко про самих исполнителей поговорим. Значит, честно говоря, задумка вот сделать нечто подобное, альбом, скажем так, сплит или компиляцию у меня была достаточно давно. То есть, где-то в году 2015-2016 я всерьез об этом задумывался. То есть, ну, тогда я хотел собрать именно питерских, скажем так, полуандеграундных каких-то музыкантов, играющих абсолютно в разных жанрах. То есть, там могла быть и какая-нибудь электроника, и индастрилы, и фолк, и панкуха. Вот. И на основе уже этого сделать либо, соответственно, получается сплит там, допустим, из каких-нибудь там четырех-пяти исполнителей, либо какой-нибудь сборник, где там, скажем так, у каждого было там, допустим, по одному-два трека. Но тогда моим планом суждено было не осуществиться. Вот. И уже, как бы, грубо говоря, только, наверное, в этом году как-то вот все-таки удалось это как бы все-таки сделать. Правда, здесь уже исполнители у нас действительно были чуть ли не со всей России. Вот. Значит, что касается самих исполнителей. Ну, что могу сказать я про себя. Тут все, на самом деле, достаточно просто. То есть, музыкой я, как бы, скажем так, занимаюсь года, наверное, с 2008-го. Вот. То есть, у меня была и своя группа. И были группы, в которой я занимался как продюсер и как их директор. Вот. То есть, правда, все давно это уже кануло, что называется, в лету. Но для меня это уже далеко не первый альбом. То есть, в основном, больше я, конечно, пишу всякую электронику Industrial. Вот. Ну, и по факту особо больше мне про себя добавить нечего. Что касательно Елены Старскрим, с ней я познакомился в 2008-м, наверное, 2009-м году. Я, как, собственно, веду, так и вел группу по мотивам мультсериала «Трансформеры Виктори». И Лена, как достаточно хороший лингвист, умудрилась написать, соответственно, как раз-таки на основной опенинг этого мультсериала «Китай-язычный кавер». То есть, она с японского перевела все это на китайский и, в принципе, спела. Вот. Ну, и когда мы уже так стали более плотно и тесно с ней общаться, то есть, уже лично познакомились, вот, выяснилось, что она как раз-таки пишет треки как раз-таки для «Радио Кибертрон». То есть, я не знаю, существует ли сейчас это радио, но, тем не менее, да, то есть, такое-то было интернет-радио для фанатов «Трансформеров». Вот. И там, как раз-таки, можно было, как раз-таки, вполне ее некоторые треки встретить ранее. Вот. Значит, и тогда у нее был вопрос, что есть ли у меня какие-то совместные вещи, ну, точнее, о чем я говорю, есть ли какие-то, скажем так, вещи, которые я, как бы, писал, то есть, а так получилось, что, поскольку пишу я в основном инструментальные композиции, у меня был такой достаточно интересный загажник, то есть, каких-то моих, скажем так, ранних альбомов из неизданного, из неопубликованного. Вот. И я, скажем так, эти все свои вот эти инструменталки достал, их там привел в порядок, где, если надо, где-то там их пересвел под требования Лены, что-то написал, скажем так, с чистого листа. И вот мы тогда под эгидой Виа Владыки, то есть, вокально-инструментальный ансамбль Владыки, то есть, это отсылка на мультсериал о «Трансформерах» «Супергот» «Мастерфорс», их воплотили в жизнь. То есть, Лена написала текста и спела, я, грубо говоря, написал музыку. Вот. Ну и, конечно, «Системета» очень сильно помог с их сведением, так скажем, кое-где даже кое-какие партии он дописал к ним. Но это что, как бы, касается Лены. Значит, «Системета», он как раз-таки у нас живет в Симферопольской области. Вот. То есть, музыкой он где-то, наверное, годы с 2007-го занимался. В общем-то, то есть, у него достаточно огромное количество всяких различных треков, в том числе он и к, скажем так, таким вот любительским играм писал в своем треке. Вот. Как раз-таки на нашем сегодняшнем альбоме даже парочка таких композиций будет, которые он под игры писал, которые либо туда не вошли. Вот. Или даже, может, там и использовались. Вот. Значит, следующий, наверное, у нас исполнитель – это вот Илья Дьомин. Как раз-таки его я тоже, наверное, знаю лет 10. Вот. Он, что называется, пишет, правда, для себя такую музыку, ближе, наверное, к творчеству ножа для Фрау Мюллера, его «Золотого периода». То есть, это именно как раз как у нас стали вместе работать Олег Гитаркин и Олег Костров. Вот. Но пишет, на самом деле, честно говоря, очень редко. То есть, здесь только буквально две его композиции вошло. Вот. Прибит это, честно говоря, мой знакомый профессиональный диджей, у которого, кстати, есть вертушки. То есть, он успевал еще и по каким-то клубам повыступать и прочим вещам. Вот здесь он успел одной из своей композиций отметиться. И 69-69 тоже диджей. Есть у него, значит, своя группа ВКонтакте для диджиев, то есть, где он позволяет всем выкладывать, скажем так, свои треки. То есть, что каждый там желающий может пост свой сделать там со своими треками. Ну, в том числе и треки своего сочинения, конечно же, там выкладывает. Вот. И он как раз-таки сделал ремикс на одну мою совместную композицию с Леной. То есть, используя ее вокал. Вот. Ну, в принципе, это что касалось всех исполнителей. А сейчас я предлагаю тогда уже, собственно, начать прослушивание самого диска. Итак, первым на очереди у нас идет Илья Демин со своей композицией «3, 2, 1, интро». Давайте тогда ее прослушаем. Три. Два. Один. Жигание! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, вот такой коротенький, так скажем, треки. То есть, грубо говоря, Илья Демин чуть ли не уже в конце отборки материала умудрился мне его прислать. Как бы, видимо, это интро он готовил для себя. То есть, тут используется мелодия из кинофильма «За двумя зайцами». А сэмпл с голосом, как ни странно, из фильма о Джеймсе Бонде «Живешь только дважды» с Шоном Коннери в главной роли. Там как раз-таки именно так забавно озвучивали советских космонавтов. Вот, это как раз-таки именно оттуда сэмпл. Ну, вот как раз-таки он, скажем так, я считаю, это интроидеально подошло на альбом. Ну, а, соответственно, следующий на очереди у нас системэто с его композицией «Роботы-рабы». «Роботы-рабы» 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Наш завод ДимаTorzok Он большой любитель различных программ вакодеров японских И здесь на самом деле он их активно использовал То есть именно в этом треке Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Вот и чем меня порадовала Лена Тем что значит написала как раз таки текст про Оптимуса Прайма Опираясь именно на мультсериалы Трансформерах То есть 1984-1987 годов То есть как раз таки так называемый Generation 1 И как раз таки есть явные отсылки в этой песне на такую серую Вардаун То есть начало войны Где как раз таки было рассказано как появился Оптимус Прайм Вот серия второго сезона И честно говоря вот меня это не могло не радовать Вот ну мы с Леной написали несколько версий То есть она несколько раз там переписывала вокал Так даже кстати да один раз даже интересно получилось тем что она где-то записывалась На кухне и какие-то вот такие что-то там Вроде я не знаю то ли какого-то эха То ли каких-то посторонних шумов отписалось И это на самом деле достаточно так в тему пошло То есть честно говоря основные партии вокала Они именно в таких скажем так Оттуда вы с той сессии были взяты Вот А все равно мне в принципе как бы не нравилось Как это все сводилось То есть я там кучу раз сам пытался это все свести Но видимо так скажем в вопросах вокала я пока не настолько силен И тут на выручку пришел системата Который мало того что очень правильно саму вот эту мелодию свел с вокалом Так вдобавок еще и значит написал на второй куплет Такой достаточно интересный индустриальный клавишный проигрыш Вот Который мне на самом деле очень сильно понравился То есть вот ему тут конечно за это большое спасибо и респект Ну а соответственно мы идем дальше Это системата HQ1 Если я конечно правильно прочел название Вот Соответственно поехали Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну вот такой вот трек честно говоря Дальше Субтитры сделал DimaTorzok Ну а то есть как он сам говорил Написал он его достаточно давно И в принципе да в самом деле достаточно резко Он так немножечко резковато обрывается По сравнению с остальными композициями на этом альбоме Ну и в принципе я правильно угадал В том плане что он планировал эту композицию использовать для какой-то видеоигры По-моему даже если я не ошибаюсь история была такая что то ли он планировал ее использовать То ли он чуть ли ее не записал для использования скажем так этой игры куда она не вошла Но значит это уже лучше спросить у него самого То есть или посмотреть конкретно его подкаст по поводу этого альбома Ну вот такой достаточно спокойненький трек Вот то есть он в принципе на самом деле достаточно хорошо в концепцию сплета я считаю вписался Вот ну а мы идем дальше То есть следующая композиция это Виа Владыки Сталкерс Fat Doctor Crow Давайте ее тогда послушаем Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА